Небесный, утешитель в душе стены, И жизнь везде сты, И вся исполняем сокровища благих, И жизни Богателю приедет все лисяны, И очистены от всяких яскрены, И спаси блажену души нашим. Отец, Небесный, молим Тебе, именем Господа нашего Иисуса Христа, благослови нас принять слова Твои сие, и для того, чтобы можно было воспользоваться ими, для спасения наших душ, и тех людей, которые будут слышать от нас Слово Твоей Святой. Дай Господи всегда говорить Твоими словами, как Ты с Сатаной беседовал, разговаривал, когда пытался торгать Тебя от истины, показывая примеры для нас. Дорогу Господи, нам также побеждать Сатану всегда Твоим Писанием, а не Своим мудрованием плотским. Благослови Господи всех братьев наших, спасти души. Тебе слава за все, Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давай, Зарыш. Все включить? Нет. Эвангелие от Матфея, пятая глава. Так, по-моему, ну, эти, а я говорю вам начинается. А, мы прочитали. Как раз остановились мы на это. Ну, давайте повторим. 22 стих. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит Синедриону. А кто скажет безумный, подлежит Гиеме Огненной. Толкование. Пророки, приступая к изречению пророчества, говорили. Так говорит Господь. А Христос, показывая в себе божественное полновластье, говорит. Я говорю. Те были рабы, а он сын, имеющий все, что принадлежит отцу. Кто гневается на брата своего, тот будет осужден. Но если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден. Так апостол Павел гневно говорил и Лиме Волхву, и первосвященнику, впрочем, не напрасно, но по ревности божественной. Напрасно гневаемся мы тогда, когда гневаемся из-за имения, из-за чести и из-за желания отмстить за себя. Рака значит тоже, что ты, поскольку презираемому нами человеку мы обыкновенно говорим, поди ты, то располагает нас не оставлять без внимания и сего маловажного выражения и уважать других. Некоторые говорят, что рака сирского значит гнусный. Таким образом, если кто станет поносить брата своего, называя его гнусным, тот будет подлежать суду Собора Апостолов, когда они сядут судить 12 колен. А кто скажет, безумный, подлежит гиене Огненной. Некоторые признают этот приговор слишком строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо не достоин ли гиене тот, кто лишает брата разума и смысла, чем мы отличаемся от животных бессловесных. Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь. А с прекращением любви уничтожаются и все добродетели, подобно как при любви они все в силе. Итак, поноситель прекращает любовь, прекращает все добродетели и посему справедливо подлежит гиене Огненной. Ну да, мы немного начали, говорили там Огнене. Ну вот это прочли и закончили. Мы порассуждали на эту тему. Ну, я хочу что-то прочитать из Златоуса. Думаю, прочесть или нет? Думаю, он в лишнем не будет. Нет. Как раз на эту тему он дает толкование, Иван Златоуст. И вот как он говорит Огнене. Спросим тех, которые отвергают закон. Вот как раз мы об этом говорили. Что есть такие люди, которые говорят, не нужен Верхий Завет. Как будто он и мечтал. Вот как раз к нему это придет. Там-то все проявляются. Обращение. Иван Златоуст. Заповедь, не гнилайся, противоречит ли заповеди, не убей. Или напротив, она есть у совершенствования и подтверждения последней. Очевидно, что первое служит дополнением второе. Потому и важнее ее. Кто не предается гневу, тот без сомнения не решится на убийство. Кто обуздывает гнев свой, тот, очевидно, не даст воле и рукам своим. Корень убийства есть гнев. Поэтому, кто исторгнет корень, тот без сомнения будет отсекать и ветви. Или лучше, он не даст им и возникнуть. Это вот, знаете, мы как раз остановились. Как раз вот это я прочел. И теперь дальше он говорит. Итак, не для нарушения древнего закона, но для большего сохранения его. Христос дал новый закон. Поэтому, в самом деле, с какой целью древний закон предписывает эту заповедь? Не убивать. С какой целью? Вспомним. Не стоили, чтобы никто не убивал ближнего своего. Итак, восстававшему против закона надлежало бы позволить убийство, потому что заповеди не убей, не убей, противоположно позволение убивать. Как интересно он говорит. То есть, как бы так говорит, ну какая была заповедь? Не убей. А Христос говорит, а я говорю вам. Так тогда должна была стоять заповедь убей. А Христос, когда начал говорить, а я говорю вам, не убей, тогда бы было все понятно. Ну, люди сидят, слушают Христа. И вдруг Христос говорит, слышали, не убивай ближнего. Мы слышали, а я говорю вам. И они, а что он скажет? То есть, противоположность идет. Они думали, может быть, он скажет, ну теперь-то кого-то можно убивать. А Христос говорит в этот момент о гневе. То есть, он говорит о внутреннем состоянии человека. Это до такой степени непонятно для них. Но для нас должно быть понятно. Когда же Христос запрещает даже не гневаться, то тем еще более утверждает то, чего требовал закон. Потому что не так удобно воздерживаться от убийства человеку, имеющему в мыслях только то, чтобы не убивать, как тому, кто истребил и самый гнев. А Христос говорит, а я корни вам говорю. Не просто там, ну там, пока вот как вот дошли сейчас уже до столкновения, вот Украина и вот эти вот республики народные. И вот они теперь разойтись очень сложно. А здесь Господь еще преграду делает одну. Чтобы как бы стену великую, ну там народ беснуется и здесь беснуется, но стена не позволяет им убивать. То есть, вражды еще такой, корня самого еще нету. И это убить гнев в себе. Вот с чего нужно начинать. Ну, люди, они вот сейчас как бы ведут, как говорят американцы, давайте на дипломатическом уровне все решать, как бы словами все это. Но это уже как бы называют политикой. Политика это прикраса неправды, которую один человек хочет над другим сотворить. Поэтому он начинает там так вилять, чтобы его не убили, чтобы какой-то ущерб не нанесли ему. Потому что все знают, у того человека тоже голова есть на плечах и руки есть. Это раньше нужно было богатыря выращивать. О чем сейчас поймете, о чем я говорю. Там такого двухметрового роста, чтобы как махнул, говорит, переулочек, как дал, так так улочка, как у нас был Илья Муромец. А теперь вот такой маленький человек, маленького роста, метр сорок, метр двадцать даже, может подзорвать целую дивизию. Пошел, заложил заряд туго и угостил друга. И все, и нету дивизии целой. Вот какие сейчас у нас ресурсы. Поэтому надо останавливаться еще раньше. И Христос об этом и говорит. Нужно в школах это все вводить. В детских садах это надо вводить. Поэтому Игнат Тихонович и выбрал девиз вообще всей своей жизни. И каждого христианина из нас. Дети воспитанные во Христе. Ради чего мы живем? Какая цель жизни нашей? Достичь Царства Небесного. Как мы можем достигнуть этого? Только исполняя волю Божию. Правильно? Какая воля Божия? Чтобы мы всегда в любой момент оставались христианами. То есть исповедовали имя Христова везде и всюду. А на Ипачи нам нужно с детьми обходиться так, чтобы они видели наши добрые дела. Написано все люди должны видеть, что мы свет, соль. Но для детей это полезнее всего. Да? Ну ты сказал, что... Я сказал... Да, в школе преподавать, что вот... А, со школьной скамьи. Ну да, 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 я сказал. С детьми заниматься, чем, собственно, и мы в лагере с братом. Ну у нас сейчас во смешной школе тоже есть церкви. Вот. А что произошло на Украине? На Украине воспитывали детей в ненависти к России. Ну можем пример привести такой, да? Со школьной скамьи. То есть, если дьявол знает, как довести человека до перка, разжигание ненависти, постыкательство, все. А Христос говорит, как бы, ну можно гневаться, как бы, ну не убивать, там подлятки всякие строить, как вот Европа, санкции, перекрыли кислород, там, все, все, поставки, там, как-то, не убивая, да, там, вот. А тут воспитали в детях ненависть, и все это вылилось в Майдан. Ну да, как мы знаем, революция делается молодыми. А теперь как им разойтись? Вот Минское соглашение, все уродит, да. И Путин мне как говорит, какое бы оружие вы не поставляли, а мы знаем, что поставляется в Украине оружие, все равно результат будет такой, как сейчас. Почему? Потому что украинцы, это говорит, мое мнение, которых мобилизует армия, они не хотят воевать. Ну, просто не хотят. А ополченцы хотят защищать свои семьи. То есть по ихним семьям лупят, и у них в ответ отомстить. Но как великодушно они, у меня вот, окружили их в кольцо, и теперь приказ, все, договорились, что вот этих людей, которые лупили по ихним семьям, они теперь отпускают с мира. Накормили, а були как Христос, прям по-христиански поступают. Голоден враг, накормит, жаждет напой, и они такие сейчас придут туда, а тех заставляют на Порошенко, чтобы он их не преследовал. Если у тебя мужества не хватает, сказать, отдать приказ, что да, мы проиграем, все, отступаем, уводим войска, хотя бы те, которые сложили оружие, сегодня 60 человек сложили оружие, хотя бы их не преследовали. Те, побылав в плену, стали живы, отправили их домой, дома их ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну что, нормально потом будет? И как потом будет это ОБСЕ, СССР, 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 смотреть на все на этом изобразии? Ну ладно, пример приведем, понятим. Этот пример, можно лучше привести пример из Верхового Завета. Почему? Люди не так смотрят на Библию, она им кажется сказочной, но она хотя бы позволяет немножко думать им, мозгами управлять. А ты сейчас такой пример приводишь, потому он очень горячий. И поэтому у некоторых, у них как красная тряпка, как глаза вот так вот горят. Сейчас только начни что-то говорить. А этот сейчас, это москаляку-нагеляку, а другой там свое начнет патриотизм. Поэтому пример нужно приводить из Верхового Завета желательно. Чем и занимается Господь наш Иисус Христос. Показывает нам эти примеры. Я так думаю, что это все очень далеко идущие последствия. Украина и так далее. Это все, даже не гражданская война. Это все незнание Евангелия с принятием Владимиром христианства на Руси. Вот откуда все это идет. И сейчас все это вылилось. Два народа... Географической территории отделились друг от друга. Больше ничего нету. Когда-то был Киев, столица Руси славянской. Потом границы передвигались, потому что оттепель была. Географически теплее становилось. Там потом Москва. Было бы сейчас еще теплело. Сейчас бы какая-нибудь, где-нибудь в Архангельске уже была одна столица. Уже бы три было. Но пока не теплеет, поэтому есть Москва, есть Киев. Две большие столицы, два больших города. Этнос своеобразный. Здесь люди на Украине живут посвободнее. У них там тепло и так далее. Здесь к северным странам. Москваиты всегда называли. Ну, вот эти москаляки, москваиты. Они немножко жесткие, ребята. Почему? На Украине два урожая можно собирать. Картошки на огороде. А здесь только один. Ну, тут понятно уже. Разделение произошло вот на таком совершенно бытовом уровне. А как может произойти объединение? На чем? Объединение-то никогда и не было. Два, две разные породы людей жили-жили, постепенно разъединялись. И в конечном итоге разъединились. Тут ничего нету в этом. Другое дело, как объединить. Вот объединить мог Христос. И на какое-то время принятие Владимиром христианства на Руси дало вот это восстановление. Что те начали, ну вот религиозные, в религиозном плане, народы вот эти начали объединяться. Но это не спасло. Почему? Надо, чтобы религия действовала на духовную составляющую человека, на душу. А этого как раз и не было. Да и нет. Разделения постоянно шли-шли-шли. Это будем вспоминать, если всю историю. Всегда этих гнали бедных киевлян. Москва там захватила власть. Ну это и понятно все, чем дело должно было закончиться. Так что другое дело, как вот теперь нам сказать людям ту истину, которая бы привела их к миру с Господом Богом. А это только Слово Божие. Это только жизнь во Христе, по примеру Христову. А это страдания опять же. Люди пытаются вот этими революциями уйти от страданий. А христианин, если любит Христа, он сам к ним притекает к этим страданиям. Понимаете, смысл-то в чем? И поэтому, призывая людей идти за Христом, мы призываем их к страданиям. А мы сами-то готовы к этим страданиям или нет? Как мы к ним обращаемся? Ну да, мы к нам, Господь, поболели немножко. Там еще какие-то, ну бывают там стычки, какие-то скандалы в самой общине даже. Ну между кем-то и кем-то. Что-нибудь такое. Ну бывает там кто-то нас обматерит на улице. Даже никого не побили еще ни разу. Он, Сережа, достал ситуацию от собаки. Даже как-то неприятно. Что, собаку кусали? Ну он же дозировщик получил от собаки. Но это все страдания такие, которые, это даже никакое не огненное искушение. Вот апостол Петр говорит, братья огненного искушения посылаемого на вас, а Господь нас бережет с вами. Вот он послал огненное искушение на Игнативнича. Его заперли в эти тюрьмы, в лагеря, ни за что. За свободу человеческого духа. Это, ну самое последнее дело, за что могли посадить. Некоторые даже его статьи не знали. Люди, да не некоторые, почти никто не знал. Он говорит, 190 прим статья. 190 прим. 190-то редко знают. Мы что-то, говорит, против власти. Что-то против власти. И сразу, о, понятно уже. Оказывается, измышления, порочащие, советский строй, которые ведут к разложению его. Вот это, да. Это просто мудрец какой. Мудрец от этих, от американцев какой-то сидит. Потому что американцы больше всех хотели разложения советского строя. И его туда приговорили. Вот это огненное искушение. Поэтому его везде запечатывали, там что-то не давали, там и так далее. Это вот психиатрически. Короче, я так понимаю, что Игнат Тихмач один тут за всех нас настрадался. Это не правда. Это не честно. За широкой спиной Игнат Тихмача ты христианином не доживешь до конца. Не дойдешь просто. Нужно быть самому христианином. А для этого он трудится для нас, Игнат Тихмач, показывает, что это нужно. Там не досыпать, не доедать и так далее. Отдавать десятины. Он все показывает и показывает и показывает. Ему просто уже как бы не то, что надоело говорить, а он не хочет нас обижать. Потому что у нас очень слабенькие братья. Ну, Игнат Тихмач начинал вот, говорил, вот он начнет говорить, он уже до конца доведет. Вот Николай Пальгуев встал. Вот театр одного актера. Ну и зачем ты это сказал, братья? И теперь ни Пальгуева нету, его вообще нету считать. Не Игнатий Тихмач нам не говорит слово. А у него слова очень колкие. Они постоянно в тебя как иголкой уезжают. Просто так не сидишь, если тебе ткнули эту иглу уже. Кстати, Игнатий Лаптин как раз пишет. Иг-ла. Точно. И все. И он теперь увидел это, понял, что обижаются. Он как апостол Павел. Почитайте вот послание. Начинают только обижаться. Он сразу говорил, простите, братья, я не хотел. Лишь бы только ты хотя бы на этом уровне сохранился. Почему? Да не потому, что ты такой войдешь в Царство Небесное. А потому, что может быть ты станешь лучше. И вот теперь для всех написано, он сделал совсем. Для всех каких? Для всех, кто желает спастись. А не так, что для блудников мы теперь будем блудники. Ну здрасте, здорово живешь. Для всех желающих спастись. Или для того, чтобы проповедать, молодежь подойдут с бутылкой пива, да? Да, ну там много, да. Я прям с девчонкой беседовал в Двентийской. В 2004 году они тут собирали. И стоит она там, раздает листовки их. И вся, вот сколько у ней локон, вот так локоны, 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 локоны. И везде разного пестрые ленты плетены в голову. Вся вот, как одуванчик вот такая. Я подошел, и у нее тут еще надпись какая-то, и спрашиваю, вы что, верующая? Она, да, я верующая. Ну дайте мне что-то у вас. Ну я дал, она такая решила со мной тоже. Я думаю, что такое? А потом она, это для всех нужно сделать совсем. Вот если я просто буду, вот как вы так ходить, ну там в поиске, там борода, там все это она мне рассказывает, то ни один из молодежи не пойдет. А так, видите, вся молодежь ко мне идет. Я же, видите, для всех сделал всем. Понимаете, что это значит? Как сатана ловит на слова, которые написаны в Слове Божьем. А почему? Потому что она ни разу не трудилась над своей душой. Она даже не хотела этого. Ее уже обманули, один раз похлопали по плечу и сказали, а она, кстати, дочь еще там присвитивая. Молодец, доченька, ты правильно делаешь. И все, все, она утонула уже. Ей вообще ничего знать не надо. Она возвысилась над всеми. Она уже учитель. Она уже всех к себе привлекает. Это надо столько знать, чтобы привлечь к себе, чтобы для всех сделать совсем. Чтобы приобрести, написано, хотя бы немногих. Вот в чем дело. Если бы можно было, так как она для всех сделается всем, и все, все только подошли к тебе, похвалили какой ты красивый, я тоже таким хочу быть. Все, так это было бы здорово. А теперь ты должен, ну ладно, подошли к тебе. А теперь ты должен рассказать о Христе. И что Христос, который висит на кресте, это образ жизни твоей. Как это образ жизни, вообще непонятно. До страдания, скорби. Как будто смерть на тебя нашла сейчас. И все. И что вы на дискотеке даже не ходите? А что вы стоите вот в этой церкви, вот так стоите? Что-то там слушаете? Бу-бу-бу. Ой, как у вас скучно. Спрашиваешь. Кому? Кто это? Вы о вечной жизни думаете? Бабушка такая, как вы, где-то лет под 80 уже. Что? Вечная жизнь? Да ты что, сынок? Побойся Бога. Какая мне вечная жизнь? Я уж тут-то нажилась вот сколько. Не хочу я этого страдания там. Я говорю, да не страдание будет, а будет вот так. Я рассказываю, как написано. Ухо не слышала, око не видела. На сердце человеку не приходило, что Господь уготовил любящим его. Я говорю, там будет так прекрасно. Есть не надо, ничего. Есть не надо. Ох, это что же там делать-то тогда? Плохо, значит, думает. Умрет там совсем. И вроде кажется, человек совершенно глупый. А потом начинаешь беседовать. И раскрывает. Церковь ходит. Свечки ставит. Слушает. Библия есть. Новый Завет есть. Разбирается во всем. Что молиться надо. То есть, как-то вот общий антурач у человека есть. Вот как бы какой-то костяк есть. А кто это там? Или медведь это? Или барсук? Не поймешь, кто такой. Короче, хаос какой-то вот. Собран у человека внутри. Куча всего спасительного основы нет ни у кого. Потому что, ну ясно, что христианинам не рождаются. А у нас эта присказка говорит, что христианами рождаются. Православными рождаются. Все. Вот православный родился у нас тут в России. Все, значит, покрестить надо обязательно. Ты уже православный. Все, уже дальше. Как мусульман, в общем. А златоуст нам говорит-то не об этом совсем. Он говорит дальше. Послушай. Что же говорят они? Говорят, что Бог, сотворивший мир, повелевающий солнцу сиять на злых и добрых, посылающий дочь на праведных и неправедных, есть какое-то существо злое. А умереннейшие из них, хотя этого не утверждают, но называя Бога правосудным, не признают его благим. Дают Христу другого какого-то Отца, которого и нет, и который ничего не сотворил. Бог, который они называют неблагим, пребывает в своей области и сохраняет принадлежащее ему. А Бог благий входит в чужую область и без всякого основания хочет сделаться спасителем того, чего не был Творцом. Видишь ли, как чадо дьявола говорят по научению Отца своего, признавая творение чуждым Богу, вопреки словам Иоанна. Пришел к своими, свои его не приняли. И мир тем был. Иоанна 1, глава 10, 11 стих. Далее рассматривают древний закон, который повелевает истаргать око за око и зуб за зуб. То сейчас возражают. Как может быть благим тот, который говорит это? Что же мы ответим? То, что это напротив, есть величайший знак человеколюбия Божия. Не для того он поставил такой закон, чтобы мы истаргали глаза друг у друга, но чтобы не причиняли зла другим. Опасаясь потерпеть то же самое от них. Подобно тому, как угрожая гибелью неневитянам, он не хотел их погубить. Ведь если бы он хотел этого, то ему надлежало бы умолчивать об этом. Но хотел только, внушив страх, сделать их лучшими, дабы, что готовы выколоть у другого глаза, определил наказание с той целью, чтобы, по крайней мере, страх препятствовал им отнимать зрение у ближних. Если они не по доброй воле, не захотят удерживаться от этой жестокости. То есть вот, мы еще вспомнили и ветки завет. Око за око, зуб за зуб. Ну, Господь даже этого не желает, чтобы человек даже до этого не дошел. Ну да, какие-то у тебя органы отнимут, но ты все-таки жизнь сохранишь. Господь и это тоже пресекает. Не надо этого делать. Просто не гнивайся и все на другого. Ну там не гнивайся, много там начинается отсюда. Конечно, это нужно простить, это нужно самому быть смиренным. А Господь тогда и говорит, я пришел к вам, я кроткий и смиренный пришел к вам, как пример. Придите ко мне, если не можете это сделать, ко мне придите все окруждающиеся, обремененные. Тебе тяжело, ты под гнетом вот этой ненависти. Приди ко мне, ко мне, ко Христу. А что такое прийти ко Христу? Это значит, нужно открыть Слово Божие. Через не могу. Через не могу. А там кто-то на улице дал мне эту книжечку, ой, не хочу. А нужно открывать. Потому что, ну никто не спасет тебя, только твоя собственная душа, которая желает напитаться благами Господними. Она желает. А мы от человека тягиваем, позволяет ему взять даже то, что у нас есть. Хотя мы видим, как они, он с Сергеем мы были, вот этот раз на проповеди, в воскресенье, перед вокзалами ходили там. Как люди прям идут, им показываешь, они прям вглядываются и, нет. А кто-то, ну ладно, взял. А другие вот так проходят, нет. Ну прям видно, что у него борьба идет. Ну кто-то думает, что, а у меня уже что это есть. А другой думает, взять или не взять, что же это опять, а боги все там, не охота, и вроде бы вдруг что-то есть, еще не возьму, еще рано. А в том раз, кто-то остановится, побеседует. Вот я вижу, там с братом уже беседы там начались, там беседуют долго, вот там девчонки какие-то, потом там мужик остановился, беседовали с ним. В монастырь, говорит, еду. Монастырь? Надо же, как ты сказал. В монастырь это, ну надо, мне надо. Да, более того, я был в магазин, зашел, через магазин шел погреться просто. И там знакомая женщина живет на нашей улице на ползину. И начали говорить, у нее там лавка такая, она продает там одежду. Она говорит, там к нам, говорит, вчера подходил такой, говорит, благостный мужичишка пришел, говорит. Вот хожу, говорит, собираю, говорит, в милость людей, еду в монастырь там какой-то, хочу вот подвязаться монахам, буду молиться за весь мир. Я говорю, ну и что, говорит, дали, а мы как же дали, дали. Но я им начал рассказывать, как он сказал, что был в 1896 или восьмом году инспектором по всем монастырям, 1275 монастырей объехал. И говорит, едва ли в пяти спасаемые есть, едва ли в пяти монастырях. А в остальных обманная ложь и печальное лицедейство. То есть обманная ложь, лгут, обманывая сами себя и печальное лицедейство. Такие слова просто делать можно. То есть находятся там, пребывают в печали, все, ну как актеры играют на подмостках. Жизнь. Игнатий Тихонович поэтому говорит. То монашество, которое сейчас есть, и Феофан Запорник делает вывод. Одно, больше два поколения и христианство на Руси исчезнет. Да, конечно, исчезнет. И теперь говорят, или говорит, Феофан не был святым, или говорит, что тогда у нас сейчас на Руси христианство? Христианство. Ну он какое имел в виду христианство, как комплекс общинных, общинных, жизни общин, системы общин, комплекс вот такой. Он действительно исчез, его не тут. Раньше были прямо общины, вот прямо в деревне, и были сходки у них, все, там были истинные верующие. Мужья с женами, там дети и так далее, воскресные школы, то есть там были пастыри, работали, трудились. Где мы это читаем? Не плю его, когда читаем. Вот брат Владимир, как раз его, ты читаешь или прочитал? Я уже давно прочитал. Ну не так давно он читал, и я тоже как раз читал. И там вот об этой общине, об одной такой было сказано. Когда один человек на своих землях, не плюев Александр, да, по-моему, Николаевич, или Николай Александрович. Ну в общем, он братской мирянин, на своих землях сделал две школы, женскую и мужскую, детей принимал туда. Там что-то по сто человек было, и девчонок, и пацанов. И они подрастали, он кормил, поил, там их все. Были верующие только вокруг. Это его усадьба была. И из них не просто он так их выращивал, как собак там каких-нибудь или овец, а им вкладывали учения. И они уже там разным наукам были обучены, и там как пахать, сеять, все, на огородах. Работали девушкам там, все это. И они потом подрастали, и оставались здесь, многие оставались, и женились там между собой, все. И организовывалось, община организовалась. Вот они подросли, и организовывалось община. И община, и там собрания у них происходили в трапезной, и там вот он все рассказывает. И читаешь об этом, просто сердце кровью обливается. Вот как у нас, прямо у них собрания идут, они какие-то вопросы там поднимают, и все. А потом оказались лицедеи среди этих детей. Здесь понятие, так, воспитать, воспитать человека добрым, допустим, благовоспитанным. Не нужно до какой-то поры, какой-то процент, в каком-то составе, допустим. Есть 100% людей. Из них какой-то процент можно воспитать таковыми. Но все равно будет и отход идти. И у него это все произошло. То есть, они как бы его любили, ну, были ему, кто-то уважал его. А некоторые были просто злобными. И все это таили. И когда они переженились там, там такие гремучие смеси получились. Вот эти девчонки, тоже со своими женскими умозаключениями, вот эти пацаны. И они начали его уже, как бы, выгонять даже со своими усами. Но он там уже возмутился. Как так меня с моими же усами выгоняют? И потом, говорит, многие из них ушли. Он тогда начал меры принимать против. Да, он начал принимать меры. Ну, судей, ну, какие меры, государственное понятие. Показывать им, видать, начал просто, что, видите, это все мне принадлежит. Не просто так. Они там жили, прижились, он их кормил, все растил, воспитывал. Он их думал христианство воспитать. Ничуть не бывало, невозможно воспитать христианство. Наша община на других принципах взращивается. К нам приходят искренне верующие люди. А так как у нас основной костяк верующие, искренне, в Иисуса Христа, которые сами его веровали, то поэтому здесь вот осаждаются только те, кто искренне желает изменить свою жизнь. Искренне понимают, что он не знает, как жить, и только Христос ему может помочь. Христос Спаситель. И то отходит и отходит. И то многие, когда поживут, понимают, что нет, это не то. Ну, для нас главное это было как? Вот когда они уходят и говорят, нет, у вас тут не то, я иду для лучшей доли. Нам главное здесь остающимся знать, так они правильно делают или нет. Я-то тоже хочу лучше говорить. Я-то тоже хочу спасения. Значит, они здесь спасения не видят? Значит, а где мне спасаться? Куда они пошли? И когда мы начинаем рассматривать, куда они ушли, мы ничего не видим. Рыса Николаевна, да? Вот Рыса Николаевна, пожалуйста, она сходила. Кого там они... Да я-то спальстилась. Кому они там относятся-то эти, к кому были общения? Кому они относятся, как епископа? Епископ-то Никон. Никон у них? Да, у них это фон с Евтихием был вместе. А, с Евтихием? То есть вот в сибирской епархии... К зарубежной также относятся. Агафангелы. А теперь он... Агафангелы их, этот митрополит-то, Никон. Нет, ну Евтихи-то он уже пришел в массу отпускную под Парфеюшнюю. Евтихи ушел. Он уже ушел. А Никон остался у Агафангела, да? Да. Ну то есть зарубежной церкви относятся. Да, Никону Агафангелы. И вот и казалось бы... А у него у Никона-то никого практически нет. Вот он ездит, вот он рассказывал, вот он приезжал к нам, по-моему, два раза. Я как раз присутствовала на этих собраниях. Он вот где-то едет до Иркутска, там дальше. И спрашивают, а там у вас вообще... Там один человек верующий, он к нему едет. Один, один. Все так... Да как один. Ну, он нуждается в этом. Спасибо, чтобы его посетили. Доставление. Ну вот до чего дошли. Да. Я сейчас спорю. Ну и здесь тоже, здесь тоже ошибка-то никого нету. А вот в епархии-то там ему... Там тоже... Чем он там занимался? Ну вот он давно уже не приезжал, как бы батюшка стал беспокоиться, что давно нет. Да ему ехать не на что. Ну его там никого тоже нет толком. Вот так вот. Да, ой. Смотрел по телевизору. Думаю, бедный, это старается, как вроде бы, и все, а толку не заполнили. Никого нет. Никого нет. В чем выступление украинского епископа? Кого? Митрополит. И он говорит, вот то, что там на Донбассе, там война, это... А в Говальде, что ли, говорите? Второе дело. Украинский епископ. Не переспрашивайте. Вот. Это, говорит, второе дело. Надо первым делом нам внутреннее наладить. У нас коррупция. Борьба с коррупцией. И мы вынесли постановление, как Брежнев такой, что у него был. Мы вынесли постановление коррупционеров не прочищать, чтобы они... Простите, а до этого вы всю жизнь их прочищали? Вы знаете, знали, да, кто? Вынесли постановление бороться с коррупцией в Украинском православном церкви, коррупционеров не прочищать. Вот это, да? Они нас прям задрожали, коррупционеры. Я думаю, что просто это общая тенденция снижения уровня духовного развития вообще во всей церкви. В любой совершенно... То есть понятие духовного они не понимают вообще. Разговор должен идти только о священном писании, о канонах церкви. Все остальное. Коррупционеры, войны какие-то. Они ну никак к церкви не отпустят. У нас такая война идет, нам не до воина, не до коррупции. С нами воюет Сатана. Он каждую секунду хочет, чтобы мы погибли с вами. И вот, вот, как гадком. Я вот сегодня взял, читал слово Божие, Игнат Ильич. И вспомнил, вижу там ошибочку, увидал одна буква. И вспомнил, кто корректировал. А корректировала Кубайкина, Галина Ивановна. Да. Галина Ивановна Кубайкина. Столько корректировала. И ушла. Ушла, причем не просто ушла, а с дрязгами. Там, вы раскольники, там, у вас там нет спасения и так далее. Начала говорить. А сколько лет было? Ну, лет 8 она в общем не точно была. Да. Столько помогала, столько трудилась. Уж я даже не знаю, сколько занятий было проведено и так далее. И все, и человек не смог определиться. Не смог определиться, есть у ней духовный рост вообще какой-то или нет. Вот это может и пик все у ней было. То, что вот она помогала тогда, трудилась вот здесь. Только немножко оставила, как бы, вот это телесное такое натуги. И все, начала сама жить христианкой и не смогла. Ой. Для этого очень многое нужно подвижки большие, чтобы жить христианином самим. Надо везде выискивать доброе зерно. Вот эти 30, 60, 100 крат. Их везде надо искать. Это не так, что ты вышел сейчас, увидел там завода там и сказал слово прям. Раз. И за тобой видишь, уже 30 человек идут. И ты такой, о, это я значит в 30 крат. Потом смотришь за тобой, толпа уже тысяча. Ух ты, какой я вообще молодец. Почему? Все Бог взращивающий. Мы есть ничто. Но это не дает нам права отпускать руки. А я ничто, я такой, знаете. Я грешный, многогрешный, ничего не умею. Как у нас, ребят, церкви все бабки. Кому не подойди. Все грешные, многогрешные, отстаньте. Ну ты что любвиете, сказал? Ой, я грешный. Пошел он отсюда. Я грешный, многогрешный. Да так все грешные, многогрешные ведут, как вы-то ведете себя. Вы посмотрите, что вы творите, когда с вами начинаешь о слове Божьем разговаривать. Бабушки, вы такие. Вы же ведьмами становитесь какими-то протестантско-мусульманскими. И языческими еще, вдобавка всему. Разве так? Это кротость должно быть. Смирение, учительство. Нету этого ничего у нас. Нету и не было никогда уж. Это даже об этом разговоре нет. Где-то иногда там у Лескова что-то прочитаешь, что были кропкие пастыли, кропкие были и миряне. Но это такая редкость. Их всегда забивали. Забивали более наглые старосты, более наглые священники, более наглые епископы. И в конечном итоге наглость победила везде. Ну поглазие вот это, жор этот весь. Он весь вылез сейчас. Все, захватили власти везде. Как маршалы при Сталине. Все. Никто, никуда места нет. Ничего, война началась. Половину перестреляли, половину посадили. Двоих ворошилов с Буденным вообще отодвинули. И все, и новые генералы подросли. Настоящие. Те, кто умели трудиться. Это я говорю не о том, что надо воевать. А о том, что надо трудиться в церкви. И тогда Господь заменит все это. Вот они, простите меня, что это. Вот я на себе это все испытала. Вот они ушли. Галина Ивановна ушла. И Эрсина ушла. И кто еще тут ушел? Лидия Павловна ушла. Лидия Павловна ушла. Вот они там духовные. Вот они только, они все вообще растеряют. Они ничего, их совершенными. Это я испытала на себе. Я два года там была. И я чувствую, я чувствую, что я просто утопаю. Я ничего не слышу здесь такого, как я что слышала. И мне человеку никаких проповедей нет. И ничего нет. Думаю, Боже мой. Я духовно умираю. Я просто лазопила. Я пришла домой, я говорю, я уйду. Я пойду проситься. Если даже не примут, я буду у дверей стоять. Я духовно умерла. Просто я там духовно. И они умирают. Я вот сто процентов гарантии даю, что они там духовно умирают. Умирают. Там ничего нету. Ничего нету. Понимаете? Ну это вам понятно, что они духовно умирают. А они-то могут еще долго на туалет ходить. Пищеварение-то варится все. Руки-ноги двигаются. Ну значит, вроде как и не умираем. Понятие духовно умереть. Это надо, значит, духовно было возродиться. А они не возрождались. В отличие от вас. Не знаю. У вас это было принятие Христа. Вы помните, как Христа принимали в свое сердце? Почему вы так захотели духовно жить? Жизнение. Да, слушай. Тут такие проповеди. Тут даже сюда я с удовольствием думаю, Господи, хоть я пойду послушаю. Так рассуждения такие. Так все. Ну ничего, когда нет каждый день, ничего нет. И думаешь, Боже мой. Да еще вот эта беда у меня. Думаю. О-о-о. Да я вообще погибну. Я вообще погибну. Я хочу ушами пока слушать. А если я глазами и ушами не буду, то я тогда... Ну вот так каждый человек должен постоянно об этом думать. Ну вы там сходили туда, да, побыли там, вы осознали, пришли сюда. Ну а люди, которые сидят прямо у нас в общине, и, ну, ничем не занимаются. Только вот пришли, послушали. И то не хотят даже слушать еще проповедей там театра на его актера. Он уже не хочет, ему уже ничего не надо. А если бы оставалось в воскресенье, если бы, вот это самое, ну, кто-то бы меня, если бы потом бы увозили. Я бы даже и на занятия, это же же день, и на занятия, и на занятия. Ну какая сладость, какая сладость, послушаешься, побудешь как-то... Ну молитесь, чтобы Господь машину мне дал, он тогда будем ездить. Сережа что-то не хочет в воскресенье. Я Андрею этот раз говорю, проезжаю Николаеву, чтобы не увозил. Ладно, ладно, я не проследил его, а я думаю, это... А, ты бы это, матрасик хотел. Тогда бы детям такси дал бы, и все. А таксисту что-то, он доведет и проводит. Кому не увозил, кого не увозил. Тебя, чтобы занятия Андрею не увозил. Или сам буду приезжать на машине. Да мне кажется, тебе самому надо приезжать, да и все, что, никаких... Сейчас тем более тепло уже все. Да и так, слава Богу, и так, слава Богу. Вот можете все тепло... Ну-ка, это у нас как бы сейчас опять пример в жизни христианской. То есть мы помогаем страждущей душе. Есть возможность помочь. Но видим, что сестра Раиса, она там, где пробыла, она там два года в этой общине. И она как бы духовно деградировать начала. И теперь ей нужно восполнение. Она вот никак надышаться не может. То есть какой-то у ней болезнь идет. Мне даже жалко тех людей, которые вот этого не знают. Я-то и раньше слышала, и вот вся... Сестра у вас тоже хочет сказать. И они там ничего не знают или слушают. Мне их настолько жалко, вот настолько жалко. И когда вон эти проповеди какие-то опушки, да, а были и нет, я уже тут все, у меня уже тут просто... Издали. Все, я от этого уже шума совсем. Я говорю, ой-ой-ой-ой, что попало, говорю, что попало. И все, я уже тут капитально решила. Александра Михайловна, прошу. Я поняла то, что надо быть как можно больше читать и познавать Слово Божье. Если только ты немножко не будешь читать, слышать Слово Божье, ты вообще уйдешь никуда. Не бытие уйдешь. Поэтому, а так вот смотришь и слушаешь это самое. В каждом, да, в каждое общение, в каждой, где масса людей собирается познать Слово Божье. И в этом обществе всегда находится человек, который из-под тишка все вроде бы нормально, нормально, нормально. Потом смотришь, потихонечку начинается уже брожение, брожение. И он увлекается собою. Мы же, большинство людей слабые, одно послушают, другое где-то сравнивают, где-то что-то и уходят. Да. А самое главное, нужно быть всегда с Богом и всегда со Словом Божьим. Тем более у нас сейчас такое богатство. Я вообще поражаюсь. Вот я тоже думаю, размышляю, думаю, Господи, как ты, Господи, плав ко мне грешно. Я думаю, Господи, да, то не уж настолько вот ты меня любишь, что... Такие мне условия создал, что я включаю и до 12 слушаю ночи, пока уже все, отключаюсь тогда все. И утром, и днем я, никого у меня нету, я слушаю, 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 на один раз прослушал. Ну, это прям, я не знаю, это прямо Господь не знает. Хорошие, да, вот эти диски. Да неужели? Ну, а я и говорю про эти диски, а то вы 45 минут или 35, и все. Я говорю, да это что за диски-то такие? Где бы мне это кто сделал? Кто? Да никто бы, я прям маленькая. Так еще флешки есть. Где вообще могут годами говорить? Я могу подополить каждый день за вас. Еще флешечки маленькие, еще впереди. Я этого понимаю-то, я это не знаю. Недавно увидел, показывали военных... Там тоже две кнопки. ...военных операторов, которые вели количество войны. Снимали. У них вот такая кинокамера и кассета 30 секунд. 30 секунд снимает всего, потом ему надо достать и еще... ...перезарядить опять. Все, минута. Все, больше он не может сыкать. Одна минута. А сейчас снимать. А сейчас слушаю, говорит она, сколько? По часу. Это еще. Это еще. Смотрю сейчас программу «Спас» и была передача. Александр Мени. Ну, его жизни показывали, его служение показывали. Ну, и уже воспоминания. И там один, ну, который вел как бы передачу, и он говорит вот насчет проповедей. Сейчас, говорит, в храмах начинают как бы говорить проповеди. Но проповеди, они ни о чем. Они не вспоминают имя Иисуса Христа. Они, ну, что попало, но имя Иисуса Христа, и это самое, не поминают. Мне настолько понравилась эта передача. Тем более, что я слышала о Мене беседу Игнатия Тихоновича. С ним и уже какое-то было это самое понятие. О, да, конечно. И там показывали, как он службу вел, как он с людьми разговаривал, как стремились к нему. А Тихонович, и он мне о Кассете лежит. Если бы у меня еще был этот Кассетинский, ой, сколько там говорит, как его фамилия-то? Осипов? Нет. Баптистович. А, он не Баптистович. Некуда мне их поставить. Они у меня лежат, прямо все тоже. Ну, где мне, нигде их не продают, эти кассетнички-то эти, чтобы... Молись, будешь мне так сказать. А? Молись, слушай, будет у тебя. Поможи, господи, я прям не знаю. Да еще диск, просто диск закачает Сергей с проповедями в Ярла Пэсти, да и все. Ой, какие-то... Никаких вопросов. Не надо кассетник вам, вот, Сергей. Сделай диск с Ярлом Пэсти, все, вот тебе заказ. Духовное твое делание. Трудись, давай. Ой, так нет. Так, давай дальше, брат, читай. Потому что тут еще есть Ульяна Златоустов, потом... 23-й, 24-й стихи. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда пройди и принеси дар твой. Толкование. Бог отказывается и от собственной чести, лишь бы вы хранили любовь. К словам, брат твой имеет что-нибудь против тебя, не присоокупил еще ничего. Справедливо ли или несправедливо имеет он, примирись. Притом не сказал, если ты имеешь что-либо против него, но если он имеет нечто против тебя, постарайся примирить его с собой. А дар повелевает оставить для того, чтобы поставить тебя в необходимость к примирению. Ибо ежели при всем пожелаешь принести дар твой, то необходимости должен будешь примириться. Но си вместе показывает и то, что любовь есть истинная жертва. Я тут недавно примирился с соседкой своей. Она имела против меня. Года два назад они написали коллективную жалобу, что я в своей квартире открыл офис и дрессирую там собак, а они боятся. Меня вызвали туда, и я должен был платить штраф за это. Я им рассказал, говорю, а как? Я жил на восьмом этаже, а коллективная заявка там третий, четвертый этажей. Как они могут бояться, что я там веду занятия? Они с меня штраф не взяли. А перед этим она просила дрессировать ее собаку. А собака была взята в приюте, и она такая вот, ну, типа вот твоей. Ну, сам видел, как тяжело таких собак дрессировать. Она еще говорит, а мне бы вот пожили подешевле. Ну, и цену завалил, а раза в два там... Я отказал ей. И она, видать, злобу на меня затаила. Я вот подговорила своих соседей, и написали на меня жалобу. Надо было тебе бесплатно даже дрессировать. Ну, и я, да, да. И я, я сказал, а тут так получилось. Я вот урагану-то санка забрался, а он на собак кидается. Мне в полиции сказали, что надо, чтобы он на собак не кидался. А та соседка, которая на меня писала жалобу-то, Она свою собачку-то сначала вот так вот выгуливала на поводке, она тянет, а здоровье там у нее это. Она решила, раз я ей сказал, дрессировать, она просто ее отпускает. Я с собакой выхожу, он в наморнике, в строгом лошеннике, а та подбегает и начинает хватать мою собаку. А тот рвется, а шипы ему врезаются, и у него прям здесь экзема вот такая. Я пошел, ну, в лекарство покупать 200 рублей. Я собаку беру, говорю, Ольга, вот так и так, 200 рублей. Отдай мне, говорю, то, что твоя собака на морю кидалась. Вот когда вы, говорю, писали на меня, я говорю, что с наморником выгуливаю на поводках, все. Теперь говорю, а почему будет? Она, давай, да и я тут твой офис, да, опять у тебя офиса этого не будет. Говорю, то ли мне завидуешь. Ну и, короче, это... Она дверью хлопнула. Зачем нам это? И все, ладно. То, что я примирился с ней. Ну, ты расскажи, что примирился, и все. Сейчас ты нам всю поднагодную там пневку оплывил. Ну, ты тоже сам этим грешишь иногда, прости. Ну, не до такой же степени, что тут про собак. Я пошел, потом адресировал. Я хоть историю, как мы это говорим. Адресировал ей бежать собаку. О, ну, наконец-то. И все, я понял, говорю, что я не прав, что я вам... Отказал-то. Вот. Ну, и все, он там слезы-то, и все. Давай. Давайте вместо описания 5 глава 23 стих, что ты прочитал сейчас. Лучья привезу пример. Итак. Вот. И вот тоже меня брат прям подвинул. Подвинул. Было искусить. А я с Надеждой Васильевной тоже. Она на меня емила. Что я ее невестный об ней оказался как учительница. И у меня все. Я пошел и хочешь, не хочешь, примирись. Надежда Васильевна, я пришел примириться с вами. Дверь перед носом захлопнула. Мне бы уйти, то тоже бы убиться. Я нет. А у меня необходимость. Я иду прочищаться. Я Надежда Васильевна. Давай мириться. Ну, смотрю, она вспыльчивая, но она отходчивая. Брат, ну там не написано, что за один раз. Это просто Господь так сказал. Там уже два раза проходил на тренинг. Так что вломиться в закрытые двери не обязательно было. Так вот, брат хочет местописание привести. Не местописание, а свой жизненный. Горький опыт. Хотел рассказать. Это то, что когда случилось у меня побег-то из Потеряевки. Я же тоже, вот это местописание меня побудило. Первый раз написать Игнатьеву еще что-то покаянное письмо. Что Господь говорит, примирись прежде. Я читал как раз стих писаний и вспомнил. Тебя совесть мучила, что он на тебя что-то имеет, да? Ну, конечно, имеет. Ничего себе. Убежал, всех оставил, говорится. Был в лагере, воспитатель. Все. Было благовестие. Велосипед угнал, ну, там, грехов полно. Несколько нахватался. Разговор, видите, опять же идет о братьях. Пример брата Владимира ближе нам, чем пример соседки. Потому что соседка, она, ну, просто соседка, это другое местописание. Это написано, что вы должны быть в мире даже со всеми. Да. Стараться быть в мире. Поэтому, конечно, если там до такого дошло, там, зная твои таланты, тебе два-три раза хватит. Основные методы дрессуры применилось. Все, поэтому, что тут говорить. А вот здесь конкретное место, это вот брат Владимирович. Вот он сделал именно так. Он пошел первым, ты пошел и до конца. И мы сейчас видим, что трудится брат и здесь вместе с нами. И видно, что примирение произошло. Это больше пример, конечно. А теперь до конца еще одно местописание тебя остановил. Помнишь? Он хотел примириться и опять умотать назад. Ну, это уже через тебя Господь повлиял. Да. Я говорю, блудный сын, когда к отцу вернулся, он обратно туда не пошел. Ну, да, да. Остался, говорю. Ну, был ли он блудным сыном до такой степени, тоже тут надо посмотреть. У него уже большее пошло. Это даже блудный сын, он ничего не знал. Он пришел, это как, пришел как-то ко Христу, к Богу. Но я тебе скажу, что у меня все было по совету. Мне брат Володя, более близкий с Андреем, у меня сперва поблизости как-то у него близость была, а потом почему-то с Володей и стало только. С Андреем я как-то не стал так сильно близко быть. И он говорит, Володя, знаешь что, уже год прошел, возвращайся, сказать, обратно. На Урал. Война-то на Алтае, говорит. Делать тебе тут нечего. Со стороны видно просто было, виднее. Да, да. Ты скучал, видать, уже. Ну а ты вот тоже как-то бы их промерел-то, Володя-то, с Андреем тоже. Нет, они общаются, все. Так, у них такое нету, может быть, так что, главное. Вот сейчас прочтем, немножко предлагаю я Златоуста прочесть, на эти стихи. Иоанн Златоуст говорит так. О, неизлоголодное человеколюбие. Со срицательным знаком. Господь повелевает, чтобы поклонение ему оставлено было ради любви к ближнему. И тем показывает, что и прежние его угрозы происходили не от неприязненности или желания наказывать, но от избытка любви. Какая кротость может сравниться с тою, которая выражается в этих словах? Пусть, говорит он, прервется служение мне, только бы сохранилась твоя любовь. Не велит взять с собой принесенный дар. Не говорит, примирись прежде, нежели принесешь его. Но повелевает бежать к брату, оставив дар прежде перед алтарем. Для чего повелевает он так поступать? Мне кажется, говорит Златоуст, он имел двоякую цель. Во-первых, он хотел показать, что высоко ценит любовь и почитает ее величайшую жертву. И во-вторых, хотел поставить в необходимую обязанность примирение с ближним. Я думаю, что здесь как раз и говорится о жертве общения. Почему жертвы общения? Ну общаться все люди любят. Как Господь же сказал, ты вот пойдете на благовестие, чтобы не останавливались там, не здоровались даже ни с кем. И все спрашивают, как так не здоровались. А оказывается, на Востоке люди останавливались друг с другом, обязаны остановиться, когда идут и видят друг друга. Знакомые, там могут даже незнакомые в каком-то населенном пункте. И теперь, что такое остановиться, поздороваться? Это значит, расспросить о жизни. У американцев это так называется. Увидел там, ну как дела? Нужно спросить обязательно, как дела твои? Тот отвечает, да дела хорошие. У нас отвечает так, да это у прокурора дела, у меня делишки. То есть русские так придумали отвечать. Но обязательно нужно что-то отвечать. А Христос говорит, никого не приветствуйте. Идите вот прямо, куда я вам сказал, и там благовествуйте. Все. Не теряйте времени. Да, и здесь мы видим тоже. Что случилось-то? Почему, брат, прервалось общение? Жертва общения должна быть, а оно прервалось. А написано, как там написано? Помнишь? До конца. Если мы прочитаем, это первое Евангелие от Иоанна. Ой, Евангелие. Первое послание к Иоанну. 1-7. Первая глава, 7 стих. Вот она. Если мы находим во свете, подобно как он во свете. Если мы с 6 стиха говорим, что имеем общение с ним, а ходим с Богом, то есть, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, а все хотят ходить во свете. Подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если в другом месте говорится жертва общения. То есть, общение, жертва общения приносить нужно. Потому что иногда мы любим беседу только то, что нам нравится. Ну, как говорят, на вкус и цвет товарища нет. На вкус и цвет нету и людей, с которыми ты хочешь общаться. Одно нос не такой, другой тембр не такой. Третий там что-то, завидуешь ты ему или что-то. Но в церкви этого не может быть никак. Да не только в церкви. В церкви это само собой. И здесь, среди мира, ты не можешь кому-то позавидовать. Потому что ты должен с миром иметь мир. Стараться. Хотя с миром не может христианин иметь этого мира, который увлекает пропасть погибельную. Но, однако, мы же должны для всех сделать совсем. Мы же не можем ходить, всех отрасталкивать. Мы должны среди этого мира жить и благорестовать, и рассказывать о Христе, нести благую весть, показывать, что мы свет для этого мира, что мы соль для этой земли. Вот почему Господь-то и говорит, что как вы можете говорить о том, что вы меня любите, когда ближнего своего не любишь, брата своего не любишь? Ну, я думаю, что примеры приведены, примирение. Ну, можно было в Ветхом Завете что-то найти этого. Ну, можно найти примеров множества. Один пример – это Иосиф с братьями. Они показали пример примирения со всех сторон. И братья показали пример примирения. И сам Иосиф необыкновенный пример примирения показал. Как он все это рассудительно сделал. И братьев проверил сначала, то есть, ну, как они поступят дальше. Ну, как они поступают с его братом. Все это рассмотрел. Ну, увидел, что да, братья, они переменились. Открывается им. До этого показывают уважение к отцу. То есть, прекрасный пример – вот Иосиф, кто не знает, это нужно читать книгу ВТЕ с 37-й главы, начиная. И по камне с вклады там. По камне 50-й. Да. Вопрос немножко назад. Вернемся. А кто скажет – безумный подлежит Гиене Огненной. Можешь мне распалковать на сегодняшний день? Что, как это вот? Ну, тут говорится о презрении каком-то, как бы, ты. Кто положит? Вот идет то, что написано. И если скажешь брату своему врага, повинен будешь смерть. Повинен будешь Синнидриону. А кто скажет брату своему уроде, повинен будет Гиене Огненной. Уроде? Уроде, да. Уроде, видишь, слово. Урод. Ну да, урод. Ну а там как написано по-русски? Безумный. Безумный. Ну, будем говорить внутренние неправильности. Урод – это что такое? Загнутое все, исковерканное. То есть, если ты правильный, ты правильный внутри. А здесь ты… Нет, это не про внешнее имеется. Уроде – это внутреннее состояние. Да. Безумие. Что я тут такого должен узнать? Ну вот, я тебе сейчас читаю загоуста. Загоуста. Я думал, прочитать или нет, а ты мне вопрос задаешь, понимаешь? А я еще думал, на это читать или нет, а сам думаю… В третьем веке жил, значит, сегодня сомнение… В четвертом веке, и что в четвертом веке? Ну, тогда Безумный и Рака… А я вот сейчас Рака – это вообще тоже, что ты… Я вот как бы… Вроде как будто крутишься. А когда ты сказал Безумный, все, тебя никто судить уже не будет. Тебя к стенке сразу поставили, лоб зеленочкой помазали, чтобы не заразил никого, и все, и стрельнули. Поэтому… Тут еще понятно… Но мы же часто друг друга Безумным называем, значит, какое-то другое толкование… Когда часто? Как часто? Ты когда ты меня давно называл Безумным? Тогда спишь, наверное, и там где-то… А, Безумный Безумный… Уйди, 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 плохой уроди… Нет, но Безумный – это… Слово такое… Безобидное… Безумный? Ничего себе! Да сами мысли… Да сколько раз я… Ну, давай, брат, почитаем Златоуста, и ты сам сделаешь вывод… Златоусть для тебя как древний… Годица или нет? Третьего века… Давай, подгляди вот, что пишет… Для многих эта заповедь кажется тяжкой… Вот, для меня… И неудобно исполнимой… Потому что кажется невозможным, чтобы мы за одно простое слово подвергли столь великому наказанию… И некоторые полагают, что это сказано, скорее, гиперболически… Ну, то есть… Ну, да… Ну, вы не старались, ребята, что так говорите… Но… Я страшусь… Как бы нам за то, что будем обольщать себя такими словами здесь… Не потерпеть жесточайшего наказания… На самом деле… Там… Вот как он страшится… И теперь дальше… Почему… В самом деле… Скажи мне… Это заповедь кажется тебе тяжкой… Разве ты… Не знаешь… Что большая часть грехов и наказаний происходит от слов… Через слова происходит хулы… Через слова отречения от Бога… Ругательства… Обиды… Запоминай… Клятвое преступление… Лжесвидетельство… Убийство… Итак… Не смотри на то, что тут только одно слово… Но разбери… Не влечет ли оно за собой великой опасности… Или не знаешь… Что… Во время… Ссоры… Когда возгорается гнев и душа воспоминяется… И самая ничтожная мелочь представляется чем-то великим… И не очень обидное слово кажется нетерпимым… Такие мелочи весьма часто порождают убийство… Разрушают целые города… Как дружба и тяжкое делает легким… Так напротив… Вражда и малое превращается в несносное… И хотя бы… Что сказано было просто… Во вражде представляется… Что сказано… Злым намерением… Понятно теперь уже… Для человека… То есть… Смотря кому-то еще и сказал… Дурачок… А можно сказать… Дурак… Нет… Еще и кому смотря ты сказал… Даже слово дурачок кому-то сказал… И… Еще как он воспринял это… Да… Видишь… Как он воспринял… Ты об этом даже вообще и не думаешь… А златоукс видишь нас… На мысль-то наводит… Так ты смотря кому сказал… То тому ты сказал одно словечко… Вон в зоне за одно слово петух… Там уже тебя приговаривают… И если не к смерти… То как усыщение… То есть там страшное над тобой творят насилие… То есть Господь нас в корни обрезает… Чтоб у тебя не было последствий потом дальнейших… Да… То есть вообще… От всех гнилых слов… Ну и тут еще дальше идет… Чтобы предотвратить все это… Христос и подвергает гневающегося напрасно… Суду… Гневающийся будет повинен суду… А того, кто скажет… Рока… Придает… Целому… Суду… Сомищу… То есть уже… Не просто там тройка сидит… А целый синий дрен… То есть много людей… Целая строматия судит… Короче… Но эти наказания еще не так велики… Потому что они совершаются здесь… Но тому, кто назовет другого уродом… Он угрожает огнем генским… Здесь в первый раз… Христос употребляет слово гиена… Сначала он беседовал о царстве… А потом упоминает и о гиене… Показывая, что… Первым мы доставимся… По его человеколюбию и воле… А последнюю… Ввергаем себя сами… По своей беспечности… Смотри… Как постепенно он переходит… От малых… Наказаний к большим… И тем… Как бы защищает себя… Предтогою… Показывая… Что он сам… Вовсе не хотел бы употреблять… Этих угроз… Но что… Мы сами заставляем его… Произносить… Такие придуры… Я сказал тебе… Говорит он… Не гневайся напрасно… Потому что… По виду будешь суду… Ты пренебрегаешь… Этим первым предостережением… Смотри же… Что породил твой гнев… Он тот час заставил тебя… Оскорбить другого… Ты сказал брату своему… Уже… Рака… За это… Я подвергаю тебя… Еще наказание… Суду… Синдриона… Если ты… Презираешь это… И простираешь… Дальше… Наглость свою… То я не стану более… Налагать на тебя… Умеренных наказаний… То есть… Понимаешь… Это уже… Последнее… Ты уже… Прихлестнул… Все… Ну помнишь… Как мы ехали… С тобой… На такси… Ну… Когда ты меня вез… И… Раз… Тебе погудели… Я говорю… Сережа… Что-то ты это… Тебе гудят-то… Не просто так… Потом… Второй раз бибикают… Я говорю… Серега… Что-то тебя бибикают… Я говорю… Слушай… Я делаю вывод из этого… Ты дерзко ездишь… Я говорю… Умер… Дерзость свою… Во время езды по дороге… Иначе… Тебя… Что-то ждет… У нас следующий день… Сережа… Поехали… Да сейчас подожди… Надо… Сначала в ГАИ заехать… Тысячу заплатить… Я говорю… Че там такое… Да… Попался… Ехал… По телефону разговаривал… Дерзость довела… До уже… До расслабления полного… И здесь… Его Господь уже нашел… Ну хорошо… Что на этом нашел еще… Я думал… Не думал даже об этом… А могло быть хуже… Господь… Он наказывает… И… Столкнешься с кем-нибудь… Или не дай Бог… Кого-то собьешь… Это… Ну… Дерзость как доведет… Но брат осознал это… Смотрю… Он уже это… Едет… Едет дальше… Не… Он не то что тише… Он ездит нормально… Он уверенно… Он чересчур уверенно в себе… Вот в чем дело… А это порождает наглость… Вот как газельщики… Маленькими машинками… Своими автобусами… Они такие тут аварии… В порядке… Ну… Ну… В общем вот… Постепенно… Ты понял… Постепенно… Человек не замечает этого… А че такого я сделал… А че… Один перекрестнул… Второй перекрестнул… А третий… Уже подумаешь там… Уродом назвать брата своего… Да ты урод… А я вот такой… Видишь… Там… И… Загнутые… Лично… Хотя на самом деле… Уже все… Наоборот… Получилось… Оказывается… Ну… И самое главное… Этот… Брат… На которого… Ты… Изливаешь… Свои… Вот эти вот… Неприязни… Оскорбления… Он может стать врагом… И… И тебе ущерб нанести… И… Господь… Зная все это… Чтобы ты и брата не… Раздражал… И сам остался… Не… Тронутым… Неповидным… Он уже заранее определяет… Как это нужно… Примеряться… Как нужно… Что нужно говорить… Даже что нельзя… Даже словами… Он уже определяет тебе… Это как бы… Знаешь… Я так понимаю… Сейчас… Какой-то психологический… Метод… Даже… Вот как сейчас психологи… Любят же… Вы там… Возьмите там… Что-нибудь… Подумайте там… О таком-то… Ну… Учат… Как останавливать себя… А я думаю… Господь нас… Учат… Сейчас здесь… Страхом Божием… Да… Только… По-своему… Это уже настоящий психолог… С большой буквы… Потому что… Душа – это… Дух… Бог есть Дух… Вот тебе и все… Вот и психологи главного определили… И не надо никуда не ходить в больнице… Читай Слово Божие… И на хороших примерах… Которые приводим… Мы здесь… Или… Слово Божие приводит… Оно тебя доведет… До правильного понятия… Как тебя вести с ближними своими… Да вот посмотри… Какими мы были с тобой… Даже вот… В мире этом… Когда… Не пришли еще к Богу… И теперь… Неужели разницы нету… Но… Есть же разница… Конечно есть… Как ты относился к женщинам… Как ты относился… Ну… Даже к тем же собакам… Он мальчик не говорил… Да он просто вспоминает примеры… Кивали… Он примеры вспоминает свои… Он дает согласие… Да… Он примеры вспоминает… Но и я такой же точно был… И… Любого из нас взять… И брат… Тоже… Так же относился… Мы с ним часто беседуем… С братом Владимирова… Так как близко… Очень трудно тебя беседовать… Поэтому… Столько примеров много… И мы… Определили… Что Господь ведет одним и тем же путем… То есть… Другого у него нету… Иисус Христос… Был… Есть и будет тот же… Да… Каждый из нас… Грехи делает… Они одинаковые… Почти все… Ну… Как бы… По-разному… Подходит к ним… По-разному… Понюхала чуть-чуть… Как кошки… Вот так… Осторожно… Но… В грехи попадают… Все… Вляпываются… А вот… Выводит Господь… А только одинаково… Только через… Покаяние… И покаяние должно быть… Достойный плод покаяния… То есть… Ты должен… Осознать… Пасть на колени… И сказать… Господи… Я живу неправильно… Помоги мне… Я сам не понимаю ничего… Отче наш… Сущему Небесару… Засветится имя… И тогда… Засвятится… Не светится… Имя засветилось там… Иеговое имя светит… Нет… Святится имя… Святится… То есть… От слова «святой»… Святится… Да… Ну я… Тоже можно еще… Просвещение… Еще… Вот в чем… В чем дело… И тут… Ну можно… Сейчас я тут немножко… Дочту… Вот… Итак… Смотри же… Что породил гнев твой… За этому подверг тебе… Друг… Еще… А вот… Итак… Не почитай за маловажное… Называть другого уродом… То есть безумным… Когда ты отнимаешь у брата своего то… Чем мы отличаемся от бессловесных… И что преимущественно делает нас людьми… То есть ум и рассудок… Ты через это лишаешь его всяческого благородства… И так… Не на слова… Только должны мы обращать внимание… Но и на самом деле… На само дело… И на страсть… Представляет то… Какой удар нанести может слово… И какое причинить зло… Вот почему апостол Павел… Извергает из царствия… Не только прелюбодеев и блудников… Но и обидчиков… И весьма справедливых… Понял… И обидчики там написано… Тоже не наследуют… Словом… Так раить… Не… Ну обидеть то можно лучше однозначно… Вот… Это… Вот… Сестра… Александра Михайловна… Хотел пример привести… Когда она вот… Недавно… Так расчувствовалась… Что до нее… Дошло что-то… Ну… Что она читала… И она поняла это… И это дошло до ее души… Понимаешь… И… Казалось бы… Так… Ну настолько она слышала… И так… И так далее… Тут же… Ну можно… Что хочешь на человеке говорить… А что раньше там не понимала… Что бестолковое там… Или еще что-нибудь… А тут по-другому надо относиться ко всему… Ты должен… Ну… Сопоставлять… Господа с собой… То есть… Пути Господни… Они не… Неисповедимы… Ты их не можешь понять… Как человек дошел… А как же тогда… Мы скажем… Вообще… Вот она там веровала… Да ты же теперь не знаешь… Что ей открыл… Господь… Ей может быть такое открыто… Что… Там… Президенту не открылось… Даже сейчас… Вот в чем смысл-то весь… Поэтому… Мы не можем там говорить… Что… Так… Этот… Такой… Поменьше меня умом… Этот… Побольше меня умом… А этот… Там… Просто языком треплет… А на самом деле… Он ничего не понимает… Мы должны… Быть… Примиренными с Богом… То есть… Все от Господа… Вот Игна Тихонович правильно делает… Он всегда… И показывает… Он… Видите… Сказал брат… Встал и сказал… Театр одного актера… Он сел… И молчит… Что показывает Игна Тихонович… Игна Тихонович… Да… Кто… Слово Божие не знает… Он не поймет… Он же по Слову Божьему действует… Написано… И духи поминуются своим пророкам… У него дух… Слово… Дар такой… Господь ему дал… И теперь он сел… И замолчал… И сидит… Этот дух в нем… Все… Пророчество с ним… Он сидит… И молчит… Теперь… Когда пойдет пророчество? Когда Господь… А через что Господь идет? Через нашу свою милость Он идет… Мы должны попросить… Мы должны помолиться… Чтобы Господь открыл… Чтобы брат… Не расстраивался из-за нас… Он… На нас не обижается… А он расстраивается… Что… И все же промолчали… Никто же не встал… Надо было сразу на защиту… И вот стать Игна Тихонович… Сразу подняться… И сказать… Брат… Ты что… Совсем охамел… Что ли здесь уже… Да по-моему… Не все и поняли… Это… Как так… Как театр одного актера… Ты о чем говоришь-то? Что такое театр одного актера… Да когда это было театр одного актера… Что он… Захватил какое-то лидерство… И так далее… Я когда там было… Говорил… Виктор Андреевич… Рассказывал… Сестра там что-то говорила… Да это он… Николай там… Что-то ему… Сгрустнулся… Сидел… Пришел один раз… Полгода… И что-то… Захотел что-то сказать… Не знал что… А тут Игнат Иванович все говорит и говорит… Перебил его мысли… Последние… Которые были… Ну нечего сказать… Так сидим… Слушай… О чем говорит человек… И… К спасению… Прилагай сердце-то… Дело-то все… В наших делах… Нету дел просто… И все… Ему надо дело какое-то делать… Божественное… А какое какое-то… Ну благовестием… Других нету… Дел… Надо исповедовать имя Христово… А он… Как-то может через другое можно… Ну не можно… А… А зависть берет… А Игнат Иванович все говорит и говорит… Что у него фонтан там какой-то открыт что-ли… Ну ты окрой себе… Руки-то свои… Развяжи… И… Начинай делать добрые дела… И к тебе это польется… Рок изобилия… То не потопаешь… Не полопаешь… Да-ка его и нету вообще… Вот в чем дело… Обиднее всего… Ну слово обида не наше… Можно… Можно тут с юмором применить… Христианским… Обиднее всего-то… И его нету… То есть у нас даже пол актера не осталось… Теперь… Уже так придумали что будет… Братья будут выступать по очереди… Первая очередь… Алексей Забуляев… Алексей Забуляев вообще никогда мне не звонит… Тут раз звонок в пятницу… Игорь, меня в субботу не будет… Ты там… Начинай готовиться… На воскресенье я сразу уйду после этого… После службы… У меня там очень важная встреча… Я не смогу… Поэтому давай… Ты уж там… Покомандуй… Всё… Так он еще и на следующий воскресенье обещался выступить… Алексей все-таки… Ну… И опять… И опять откладываю… Он не вел собрания ни разу… Нет… Он не вел… Вести собрания… Да он даже когда сейчас скажут вести собрания… Ну он что-то может сказать… Ну что-то… Что-нибудь скажет… Всё… Но вести собрания… Это сложно очень… У нас… Мы даже ведем сейчас собрания… Это… Игнатий Тихонович… Незримо… Руководитель… Незримо… Такого… Чем вот Раиса Николаевна больше всех понимает… Из нас… Потому что… У ней душа жаждет… Напитаться… Духовным… А Игнатий насчет этого… Духовного… Гору… И еще двенадцать корзин останется… Тащите все апостолы… На горбе… К лодкам… И дальше еще распространяйте… Я имел общение с одним… Пресс-фитером… Пятидесятинской церкви… Как раз собаку у него дрессировал… И разговаривали… С ним… Собаки унесли… Давай-давай… Ну и… Я ему… Дал второй том почитать… Противосвитанский материал… Православный… Думаю, что с ним буду… Он грамотный человек… Один из… Самых богатых в Барнауле… Вот… Ну… Прихожу на следующий день… Думаю… Ну… Почитал… Может что-то понял… А он не то прочитал… Где сектант православный… А где Игнать Тихонович на Яичука… Женю… Там… За то, что он сына не воспитывает… И он сразу… Своим сектантским умишкой… Что… Все… Игнатий Тихонович… Брата назвал… Рака… Безумный… Все… Игнать Тихонович подлежит… Все… До свидания… Я вашу ересь… Говорит… Больше слушать… Не намерен… На Воскресе… На Воскресе… И я его… Начинаю по Слову Бога… Объяснять… А рукоположение… Ну… Ты… Говорю… Вот у тебя… Цитата из… Рукоположение… Давай войдем… Все ни в какую… Я в вашу ересь больше слушать не намерен, на время указывать. Брат, это намного показывает сектантов. Они никогда не будут идти на чьем-то поводу, как они считают. Вот ты ему сказал, почитай, вот здесь там в закладах куча. У него сам сустан, понимаешь? Он хозяин своей души, своего тела. У него светлое, блестяще натертое, как снег отражается. Он все знает. И ты ему показал, о каком-то вопросе спорить. И ты думаешь, это вот тебе поможет. Он конкретно знает, что ничего ему этого не надо. Он тебе и без этого всего ответит. Поэтому им надо конкретно ставить вопросы. А ты тут решил его еще поучить, да через коммерики. Он бы ничего не понял. Я тебе точно говорю. Он вообще такой, такой труд, такой труд. Он, наверное, может быть, хотел что-то издать. И все, говорит, напрасно. Вот брат-то назвал арака. А он там его арака-то не назвал. Он просто детей, дружения, ничего. Сам вопрос был, по-моему, по детям расписаний. Ну понятно, что не называл про войску. Там стихотворение, по-моему, какое-то там такое. Ой, вот она какая мезумная. Ну что, дальше? Нет, все уже. Мы не записали. Да, я записи не взял. На каком записи? Мерись с соперником, скорее, да? 25-26, да? 25-го, значит, да? 25-го. А начали сегодня? Да, с 22-го начали. Ну, в 23-м должны были начать. 22-й просто повторили. Угу. Я помню. А мы там мало совсем о нем говорили. Я чуть-чуть прочитал только и закончилось. Ну, еще не было, хорошо. Ну, очень. Не было. Так, это, брат, ты помнишь, вот этот «Наш меч не стали блестящей»? Наш меч не стали блестящей, не молотом кован людским. Ни разу не было. Он пламенем пал у правды горящей, дарован нам Богом самим. Так, ясно. Ну, если ты хочешь, а капаем. А греха я спасем, не помнишь? В Божий мир во дворю, сердцем верую я в Иисуса. Это, да. Помнишь? Вот это не помнишь переход? Верю я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса. Верю я, верю я, верю я, сердцем верую я в Иисуса. Я не помню, кстати. Это тоже сложно. Да, это сложно. Верю я, это я помню, да. Мы сейчас тут идти. Есть, да, поются, а есть у нас не поются. Часы тревог. Часы тревог. А что, мы не пели ее? Сейчас, я туда подожду, найду. Давай, сейчас. Это правильно, да. Вот че. В, где? В. А. А вот Иоанн Златоуст, он в этой книге писал Икрова Елисеева, он это просто народу рассказывал во время послеслужбы или как? Или просто он писал? Он сам написал. Это только письма. Это письма писал он. А так это его записывали. Так, сестры, споем «В часы тревог, уныния и сомнения». В часы тревог, уныния и сомнения, Не видя света, света пред собой, Душа молит, терзается в волнении, Спешу, Господь, прийти к тебе с мольбой. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Образ дивный, кровь и смиренный, Христос, Господь, живи во мне всегда. Чтоб сердце был моим запечатленным, Не дал упасть под тяжестью креста. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Кому пойду я в гости сердечной, С участием, кто проняет руку мне. Лишь ты один, с любовью бесконечной, Меня простил, меня привлек к себе. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Но мне порой так тяжело бывает, И кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа к словам твоим внимает, Я не оставлю, я люблю тебя. Как счастлив я, что я Христа имею, Как счастлив я, что Он всегда со мной. Живу я им, об этом не жалею, Как счастлив я, что Он со мной, друг мой. Спаси Христос, брат, вывезешь меня на остановку, а? Это, дайду. Достой, дайду. Достой, дайду. Благодарю тебя, Христа, Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херудин, И славнейшую без сравнения с Европей, Бежествения Бога, Слово ручшую, Сущую Богородицу тебя величай. Благодарю тебя, Христе Божий, наш, что сподобил нас в этот день собраться вновь Твоих, Прикоснуться к Божественным словам Твоим, дай все услышанное здесь правильно понять, Дай желание и силы все исполнить, пошли людей, жаждущих познать учение Твое на нашем пути, Наполни наши уста, хвалуя Тебе, сделай наши уста учительными, Чтобы люди, смотря на то, как мы живем, видели у нас свет Божественный, Прославляли нашего Отца Лебесного. Утиши мир на Украине, Господи, умягчи сердца правителей, начальников, Да становится это братское кровопролитие. Продли еще это тихое, мирное время, если возможно, Господи, распусти нас с миром. Хвала Тебе, Отец Святой и Святой Будь. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.